всем привет рады приветствовать вас на нашем канале сегодняшний наш выпуск будет посвящен такой теме как термостат к 59 точнее сказать у нас был один холодильник недавно у нас был мы показывали выпуск посвященный замене наружного испарителя получается у нас стоял в запененной части мы поставили просто наружный испаритель и получается что вот этот термостат к 59 он остался там в запененной части и сегодня вам покажу как его можно оттуда достать извлечь и установить на место для нормальной работы холодильника и так поехали вот получается наш холодильник этот напомню что мы с ним делали получается что мы поменяли испаритель здесь утечка оказалась где-то в испарителе или где-то в запененной части мы не стали разбираться почему я так двух словах скажу потому что это вот как для мастера так это вообще не не нужно я думаю что для человека который будет делать этот холодильник тоже она ни к чему то есть холодильник будет нормально работать и мастеру тоже будет меньше головняков меньше каких-то проблем цена останется тоже заработок у вас тоже такой же точно будет и так в общем смотрите и вот этот наш термостат который находится вот здесь вот от него идет вот сюда вот заходит трубочка это и заходит запененной части и то там она с испарителем встречается но так как мы поменяли испаритель нам нужно сейчас достать эту трубку и присоединить ее к этому испарителю вот здесь и где-то задней части что нам нужно для начала нам нужно снять вот эту вот крышку верхней она получается что прикручивается саморезами скорее всего где-то вот здесь вот сзади да вот еще значит сейчас аккуратно смотрим вот и тут еще вот я вижу значит вот достаем эти заглушки аккуратненько и раскручиваем раскручиваем саморезы вот эти снимаем крышку и 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 все здесь и раскрутил все теперь самое главное аккуратненько на все это дело разобрать вот открутил крышку эту верхнюю сейчас надо аккуратно вот отсюда достать все движения аккуратные плавные ты никуда не спешит у нас как у минеров профессия ставим крышку и смотрим что вот у нас идет наш этот к 59 значит входит в запененную часть мы его достаем отсюда аккуратненько здесь больше не понадобится будем надеяться что он рабочий конечно достаём все теперь нам нужно просверлить небольшое отверстие здесь сюда запускаем его сюда вовнутрь и здесь вот где-то на задней части будем цеплять и уже будем там регулировать его подобрал я вот сверло похоже по диаметру чуть меньше вот а там дальше такие вот возьму гвоздик гвоздик похож все и начинаем сверлить и выведу и наверное здесь вы где-то с краю чтобы никому тут ничего не мешало все сверлим отверстие сейчас я чуть развальцую еще гвоздик ну вот я зафанфурил сюда вот эту вот сейчас я чуть развальцую вот нормально может он и так сейчас достаточно будет все видите и вот так вот запросто вот он попадает сюда значит какие дальнейшие действия смотрите я его вывожу вот сюда вот сюда вот на первую вот эту сейчас его закреплю сзади здесь крепить я буду обычными стяжками пластмассовым электрическим вот так вот мы наделаем эту часть я оставлю там под крышкой берем обычные стяжки у нас такие самые тоненькие крепим так одна и вот еще это не делся для чего нужны стяжки чтобы этот термостат он был максимально прижат к испарителю у нас корректно выключался все вот так вот мы ставим сейчас эти кончики посрезаем все вот так вот он себя представляет сейчас значит я еще его закреплю на один саморез вот здесь вот в этом месте все он стоит принципе можно его не закреплять если у вас какой-то там такой ремонт бюджетный то можно ничего не делать у меня я сам себе делал я его не закрепил все руки не доходят и ничего страшного работает все нормально на работу это никак не влияет то есть вот оставшуюся часть вот этого термостата мы так вот аккуратненько здесь прижмем вот и все сейчас значит мы будем включать и окончательно будем уже его регулировать на момент включения и выключения все получается сейчас закрываем и включаем он у нас стоит это в режиме двоечки все значит так и оставляем пускай стоит смотрим значит какая у нас температура 23 7 холодильной камере 21 и 2 морозильной камере все включаем сейчас его в резетку смотрим все сейчас дадим ему поработать в это время там будем о чем-то уже говорить в общем пока этот наш холодильник выходит свой рабочий режим для того чтобы окончательно проверить я так это отойду от темы скажу нет несколько слов по поводу от ремонта холодильника смотрите почему мы вообще делаем вот так вот холодильник многие сейчас люди может нам специалисты по написать что вот кто так делает так не делает сейчас вообще настало какое-то другое время сейчас люди аэро тендера вы сейчас люди все борются за то чтобы как-то максимально удешевить вообще любую услугу любой какой-то продукт то есть вот идет именно такая гонка что касается вот именно количество денег заплаченных потребителям вот и получается если вы начнете делать как-то качественно холодильник то есть это соответственно будет удорожание какое-то что такое удорожание смотрите я вот вчера буквально был в магазине в ашане я просто там увидел обычный холодильник я нигде не выбирал не ездил подешевле новый холодильник стоит 6000 гривен это холодильник где-то метр семьдесят метр восемьдесят высота у него у него три три полки внизу морозильник холодильная камера все новое все нормально 6000 гривен стоит вот а иногда ремонт может такой затянуться если хорошо его делать он может там стоить около там до 3000 гривен его спрашивается кто его будет делать этот ремонт зачем оно вам надо понимаете а вот в случае вот такого ремонта то есть этот ремонт можно сделать буквально там в течение часа это все можно сделать с подручных средств это обойдется дешево и в итоге вы заработаете свои деньги которые как бы вы планируете заработать заказчик останется довольным то есть все и все останутся довольны то есть какой смысл человеку вкладывать там около там 3000 гривен в этот ремонт если в итоге там ну как бы все равно он будет недоволен то есть очень часто люди как бы из вот этой цены они и не делают эти бушные холодильники если вы будете его опять же выставлять на продажу то опять же нету смысла как-то заморачиваться с этим холодильником тратить свое время тратить свои средства на то чтобы сделать какой-то супер холодильник что кто-то его ценит не надо тешить себя надеждами всем абсолютно плевать какой там холодильник всем нужно чтобы он только холодил все чтобы он проработал там год-два там ну какое-то там незначительное время то есть если вы планируете этим заниматься надо обращать на это внимание делайте как-то максимально удешевляйте почему потому что сейчас людям никто не спрашивает ни качество все спрашивают цену максимально удешевить вот это производство и только тогда вы сможете как-то на этом рынке думаю остаться потому что вот эти супер мастера я думаю сейчас они просто уйдут куда-то небытие и эта услуга просто она будет не нужна вот он выключился холодильник получается вот он выключается минус пять четыре вот он уже выключился получается работает минут десять он сразу же выключается но как бы вот эта температура скорее всего недостаточная то есть сейчас я наверно датчик вот этот термостат переставлю чуть дальше сюда чтобы он чуть позже выключался потому что так рано не успеет скорее всего охладить продукт вот он только что выключился получается он где-то до минус пятнадцати нагрев то есть охладил вот и выключился в принципе вот это уже похоже как бы на нормальную работу холодильника сейчас мы прямо посмотрим через какой интервал времени он будет включаться заново в принципе если он там будет через там каждые полчаса включаться выключаться то в принципе это как бы нормальная работа холодильника ну все вот такое было видео сегодня было посвящено на теме термостата как его заменить как его поставить на наружный испаритель все смотрите наше видео всем пока до новых встреч удачи и 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 Продолжение следует...